На неделе первая леди Азербайджана Мехребан Алиева принимала поздравления в день своего рождения со всего мира. Одним из первых Мехребан Алиеву поздравил российский президент Владимир Путин. Он направил первому вице-президенту поздравительную телеграмму. Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение отношений и стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана. Мехребан Алиева без преувеличения одна из самых красивых первых леди мира. Образец стиля и изященства. Кому доводилось общаться с ней, неизменно подчеркивают сочетание в ней красоты, ума и доброты. Однако на весь мир Мехребан Алиева в первую очередь известна своими добрыми делами. Она является президентом фонда Гейдара Алиева, который принимает активное участие в сохранении мирового культурного наследия, а также способствует распространению и пропаганде азербайджанской культуры во всем мире. Человек, который действительно неподдельно интересуется мировым культурным наследием. Причем в некоторых научных вопросах сеньора Алиева, как оказалось, очень хорошо разбирается. Когда мы находились в катакомбах святого Себастьяна, который реставрировал фонд Гейдара Алиева, Мехребан Алиева интересовалась, например, микроклиматом, уровнем влажности, особенностями работы с мрамором, ценностью фресок и чувствовалось, что в этих вопросах она совсем не новичок. Свой день рождения Мехребан Алиева открыла в Баку огромный парк Гянджи Лик. Его площадь 43 гектара. На территории высажены около 300 тысяч деревьев и кустарников, включая эльдарские сосны, оливковые деревья, кипаристы, чинары. Для отдыха посетителей создана вся необходимая инфраструктура. В парке размещены открытые и закрытые футбольные площадки, развлекательные зоны и установлены аттракционы. Мехребан Алиева сделала бесценный вклад в развитие российско-азербайджанских отношений. В 2013 году по инициативе Мехребан Алиевой в Астрахани был возведен первой России памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру. В 2019 году Мехребан Алиева открыла в Москве на ВДНХ отреставрированный павильон Азербайджан. Алиева признается в любви к Москве и считает русский язык одним из богатств Азербайджана и азербайджанской нации. Мы общаемся на азербайджанском, иногда на русском. Оба языка у нас дома, они оба используются. Я считаю, что это одно из богатств нашей нации, нашей страны. И ни в коем случае терять русский язык нельзя, потому что русский язык это не только язык, это литература, это культура, это огромный культурный пласт. Мехребан Алиева получил награду за развитие дружбы между Россией и Азербайджаном. В 2019 году Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Орден Дружбы. Само название Ордена, оно отражает то, что вы делаете в отношении развития контактов между Азербайджаном и Российской Федерацией. Это, так и звучит, Орден Дружбы. Спасибо вам большое за вашу работу и за эту дружбу. Большой вклад в образование Мехребан Алиева делает и в самом Азербайджане. Ректор МГУ Виктор Садовничий высоко оценил уровень образования в стране. Я был потрясен, когда мне сообщили, что именно Мехребан Ханум контролирует работу всех школ Азербайджана. И в стране в вопросе поддержания школ сделан очень большой рывок. Мехребан Ханум взяла под свое крыло состояние школ, в том числе сельских. И это действительно выдающийся проект первой леди Азербайджана. Я очень потрясен ее энергией, ее делами. В Азербайджане детям дают право на каком языке получать образование. Более 140 тысяч учащихся в 343 школах страны осваивают программу на русском языке в русском секторе. Численность русскоязычных классов достигает 40 человек. Вклад Мехребан в сохранение развития русского языка, русскоязычных школ в Азербайджане велик. Это ее личная заслуга, основанная на личном убеждении, что нужно быть с Россией. За что бы ни бралась Мехребан Алиева, там успех. Она курировала проведение первых европейских игр в 2015 году и игр из фламской солидарности в 2017 году в Баку. Она возглавляет Азербайджанскую федерацию по художественной гимнастике. И здесь тоже есть успехи. Я знаю, какой большой вклад Мехребан Алиева внесла в развитие спорта своей страны и в частности в развитие художественной гимнастики. Если раньше основные спортивные успехи Азербайджана были связаны с борьбой, то под руководством первой леди завоевывать медали стали и гимнастки. Эксперты, политики, деятели культуры отмечают выдающуюся роль Мехребан Алиевой в укреплении имиджа Азербайджана как открытой толерантной страны, в которой традиции мультикультурализма и диалога цивилизации имеют многовековую историю и являются частью жизни общества. Если президент Азербайджана Ильхам Алиев считается первоклассным дипломатом, то первая леди Мехребан Алиева – незаменимый культурный дипломат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова